Привет, Амир! Добрый вечер, ребят! Спасибо большое, что сегодня, в четверг вечером, даже ночью, мы здесь. Для меня большая честь. Я себя не считаю большим маркетологом и героем маркетингового бизнеса, как, например, нас рекламирует сегодня. Я просто себя считаю человеком, у которого очень много ошибок. И не только так и научился, а только так, что это получается. Я уже, думаю, больше 20 брендов сам с командой сделал. И из них, думаю, 5, вот прям могу сказать, что ими горжусь. 15 это были фейлы, то есть без фейлов ничего не получается. Так что сегодня давайте организуем так. Я попробую быстро вам рассказать, что мы делаем, как мы делаем, как строим бренд. И потом попытаемся взять 3 кейса, то есть кого-то из вас, любых, и пройтись, поработать с этими кейсами, посмотреть, что хорошо сделано, что можно улучшить и покритиковать. Ну, мы это умеем. Ну что, давайте начнем. Что такое брендинг? Для меня брендинг – это нужно больше, чем просто лого или название. Для меня это, по сути, стратегия. Если есть хороший бренд, хороший продукт, то его не надо продвигать. Он сам себя продвигает. И наоборот, если он слабый, с ним очень много нужно работать, продвигать, социал-медиа и многое другое. Так что брендинг – это мега важно. Без брендинга нет бизнеса. Это мой первый бренд. Называется он «Your Tell». Мы его начали в 2002 году. Сначала было 17 звездочек. Мы их потом убрали. И это уже вторая версия. Что я научился с этим брендом? Я научился, что очень важно бренд подавать под публику. Тогда очень модно была Европа и все касаемо телефонии. И, соответственно, мы выбрали и Евро, и Tell. И получился бренд Евротел, который, в принципе, для масс очень популярный. Это был достаточно хороший кейс, который позволил нам открыть 50 магазинов всей республики. Это второй бренд коньяк. Что мы сделали со вторым… То есть, какой ноу-хау или… Что я научился со вторым брендом? Это то, что очень важно взять, скажем, бренд в цветовую гамму. Мы первыми были, которые выбрали зеленый цвет как цвет бренда. И, соответственно, люди, когда видели что-то такое, то есть они сразу понимали, что это коньяк. По сути, это уже делал и Оранжи, и Мол Целл. Но он из-за тех же лета. Также у нас получилось создать «Голубой океан». Кто читал книгу «Голубой океан»? Да, молодцы, очень продвинутая аудитория. Мы, по сути, объединили два направления. И телефонию, и, скажем, сейчас это смартфоны, и лоттопы, и всю IT технику. Это вот уникальный концепт, который только в Молдавии и в Украине есть. И получились, что уже сейчас, на данный момент Darwin, Enter, все эти, по сути, это уже вышли из бренда Connect. И получается, что в Румынии той же смартфоны, лоттопы, они продаются больше в больших гипермаркетах или в онлайне. У нас есть ниша «Голубой океан», по сути. Дальше, третий бренд – это бренд «Тукана». Про него я немножко больше расскажу. Здесь мы первый раз использовали паттерны. Вот так мы и называем паттерны. И, по сути, даже без лого или без названия, вот люди, когда видят эти паттерны, они понимают, что речь идет уже о «Тукана». Это вот next level, если получается какой-то бренд идентикой, – это называется цена идентика. Показать бренд и сделать его узнаваемым. Слоган. Слоган очень важен. Мы в «Тукана» построили целую философию и, скажем, продвижение в нашем слогане. Мы даже больше ставим акцент на нем, чем на самом бренде. Love, Peace, Coffee для нас намного больше, чем просто слоган. И если выбрать его грамотно, думаю, что слоган может быть очень серьезным акселератором для любого бренда. Мы строим все бренды из трех принципов. Первое – это фокус или позиционирование. Второе – это дифференциация. И третье – это уаузирование. Что значит? Фокус – это берется четкий сегмент по продукту, по цене или по цене. Он должен быть очень узкий. Конечно, все зависит от страны, от бизнеса. Но очень важно, чтобы этим фокусом вы были первым лидером в сегменте. Скажем, мы в «Тукана» когда начали, было очень много кофе. Кофе-хаус, кофе-бизнес – их было много. Мы взяли такое позиционирование или фокус. Назвается «Спешл-ти кофейня». Спешл-ти кофейня – это свежее зерно и средняя обжарка. Соответственно, мы были первыми и лидерами в «Спешл-ти» сегменте. Вот, скажем, есть такой чарт, где видно каждый из автомобильных производителей, в чем его фокус и где он позиционируется. Это можно его найти, не буду сейчас. Два – это дифференциация. Потому что даже если есть фокус, у вас должна быть дифференциация. Вы должны минимум иметь пять мотивов, чем вы отличаетесь от ваших конкурентов. И не банальных, наподобие «мы лучше, мы дешевле», «конкретных», которые конкурент не может сказать, что у него есть. Мы дифференцируемся с дизайном, атмосферой, сервисом. И вот пять, по сути, фронтов, по которым можно дифференцироваться. Наша главная дифференциация – это этно, хип и кофейня. То есть, мы дифференцируемся стилем, коммуникацией, атмосферой, дизайном и многими другими вещами. В Володаве так, в принципе, на разных рынках – это уникальная, в принципе, дифференциация. Третий момент – это вау-фактор. Что значит вау-фактор? Это вот когда ты его видишь и говоришь – вау. Как это сделать? Сложно. Есть две техники. По сути, первая техника называется «тачпоинс». У Игоря Мана очень хорошо это развернуто. Берется любой тачпоинт, скажем, вот бутылка минеральной воды. Там можно бутылку взять другую, скажем, она может быть не белая, как у всех, а зеленая или синяя. Можно взять форму, можно взять этикетку, можно в бутылку что-то поставить. Это вот все моменты, под конец они ваузируют и делают ее, скажем, не как у всех. И должно быть минимум 10 факторов. Мы в любом нашем проекте стараемся минимум 10 тачпоинтов внедрить. Несколько примеров. Они могут быть внутренние. Вот у нас все функции не как у всех называются, а как на корабле. Скажем, моя функция – это не директор, а адмирал. У нас все люди, когда приходят в компанию, они дают присягу на нашей кофемашине на морцах. Это вот наша традиция. Они там говорят, что больше не будут пить чай из пакетиков, и мы все подписываем. Это хип-аксессуары у наших ребят. Это фестивали, музыкальные фестивали и другие моменты. Я вам хочу рассказать еще про 5 ошибок, которые мы сделали в нашей истории брендинга. Первое – это сначала бренд, а потом думаем, где позиционирование, где дифференциация. Мы много таких ошибок делали, и это нам стоило бизнеса, чтобы вы понимали. То есть мы сначала думаем, как это должно выглядеть, какое будет название, лого, а потом думаем, где будет наш фокус, где будет дифференциация. Это у нас случилось с брендом на Аутилус, это были салоны компьютерной связи. Мы сначала придумали хорошее название, логотип сделали, а потом думали, а в чем наша дифференциация, а где наш фокус. И проект продлился два года, а потом мы его закрыли. То есть вот такой четкий тип. Два – это экономия на дизайнере. В моем понимании хороший дизайнер – это самая плохая экономия. Нужно брать крутых ребят, нужно блажиться, хороший лого, хороший бренд идентику. Потом это вам стоит в сто раз больше продвигаться в социальных медиа, и в, скажем, какие-то объявления давать или другую какую-то маркетинг делать. Если хороший дизайн, дорогого стоит, не экономить на этом. Тем более у нас болтается копейки. Третье – это мы очень часто решаем, как назвать, как позиционировать, как вообще-то должно быть, исходя из наших личных, скажем, ну, из наших личных опиниек, как это будет. Мнений, да. Это очень важно – понимать, кто ваш финальный клиент, не чтобы вам нравилось. Потому что, возможно, вы совсем из другого сегмента, и вы приняли решение, что такое название должно быть или что так должен быть лого, вы ошибетесь. Спросите ваших финальных клиентов, нравится ли это, понятно ли это им. Это очень важно. Мы тоже загубили пару проектов, исходя из того, что мы приняли решение о брендинге, исходя из наших личных предпочтений. Исходя из того, что проект был для, скажем, низкого ценового сегмента, им было непонятно, слишком дорого, слишком сложно. Им нужно очень хорошо. Вот это была, скажем, третья ошибка, которую мы сделали, и похоронили два проекта на WPT-шипке бренди между ними. Нейм, название, это самое важное в моем понимании. Потому что логотип, бренд идентик можно поменять. Название уже очень сложно поменять, или это очень дорого. Так что сто раз подумайте, как называться. И знаете, капитан Брунгель, как говорил, как назовешь корабль, так он и поплывет. Так что по названию мы всегда очень долго думаем. Тукана было 9 месяцев, мы думали это название. По другим проектам у нас минимум 3-4 месяца. И очень часто случается, мы выбираем название, потом передумываем. Нужно просто с ним прожить, немножко почувствовать его, поюзать. И после этого только нужно решать, да, или нет. Ну и плюс уже есть много нюансов касаемо юридической части, проходит ли он в WPT, есть ли домены с этим названием. То есть много нужно думать наперед. Название важно, потому что мы тоже пару раз выбрали название, уже сделали проект, начали продвигать, а потом смотрим, оп, оно зарегистрировано. Все, все сначала. Или, а сайт с таким названием уже занят. Все, опять все сначала. Так что будьте очень внимательны. И пятое, это слишком сложно. То есть это классическая ошибка. Мы ее сделали тоже очень много раз. Слишком сложный дизайн. Слишком непонятное, поисценированное, размытое. То есть непонятно что, в чем вы эксперт. В чем, где вот ваш лидерский, скажем, потенциал. Или лого слишком непонятный. Ну очень много нюансов. То есть главное правило должно быть просто. Потому что мы тоже где-то вот шесть, я насчитал, шесть проектов. Сначала слишком сложно мы сделали, потом понемножку начали упрощать. А не наоборот. Вот пятое правило. И даже не правило, а наши ошибки. Так что, ребята, вот еще пять книжек, которые мы рекомендуем вам для брендинга. Мы, особенно первое, Jack Trout это мой, скажем, пример и гуру в брендинге. Я его очень обожаю. Так что подпоткайте. Давайте так. Перейдем к теме. Кто хочет, чтобы мы его раскритиковали? Какой бренд вы хотите сегодня на растерзание? Обещаю, что будем очень... Давайте. Не надо стесняться. Смотрите. Три польза, которые вам даст, если вы сейчас будем разбирать. Первое. У нас успели так, что 150 человек, которые здесь находятся. Амир, не надо, не надо. Не надо рекламировать. Я думаю, что ребята с вами, да? Как вас зовут? Вы видите, я начал. Раз, два, три. А если я продолжил? Шесть, семь, восемь, восемь. Я, между прочим, хотел сказать. Антон, крутая очень презентация. Мне очень понравилось. Антон, молодец. Я записывал там идеи, так что... Крутая. Молодец, Антон. Да. Какой бренд? Денис. Ёлки. Ёлки. Что сказал ты у него? Если можно, наберите в гугле. В гугле, чтобы мы сразу... Можно я тебе показать Ёлки, а пока у вас вам будет объяснять, что будет рассказать. Потому что так лучше, думаю, вам запомнится, чем буду я вам сейчас теорию говорить. Следующий, кто хочет, если можно, подойдите сразу, чтобы мы и время не теряли. Да. Вот это ваш бренд, да? Да. И как он называется? Лед Светом Д. Значит, Лед Светом Д это ваш бренд, да? Да. 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 Давайте так. не отсоединить. То есть, я вам буду задавать вопросы, вы будете... Да-да-да. Просто, чтобы мы время, ребята, экономили. Значит, в чем ваше позиционирование? Где вот ваш сегмент, где вы... В чем вы лидер? Не-не-не. Вопрос не в том, что понятно. То есть, как бы, где ваше узкое специализирование? А Лед Светом Д вам понятно, что вот это, по сути, новогодние елки, да? Мне лично непонятно, что Лед Светом Д это... Я, скорее всего, понимаю, что Лед Свет – это освещение с ледами, да? То есть, как бы, про елки здесь вообще ничего, понимаешь? Да. То есть, если это бренд для продажи елок, то это фейл. Сразу говорю. Не-не-не. То есть, Денис, ты понимаешь, то есть, почему? Потому что сайта нету. Вот бренд, Лед Светом Д. Там вроде видно, что елка, да? Но почему Лед Свет, если это елки? Ну, потому что нет. То есть, потому что у нас продолжение – это главное направление или нет? Ну, это главное направление или нет? Давайте либо попробуем. Нет. Просто лучше желательно, чтобы… Ну, не-не-не. Какой Лед Свет? Нет, нет. Я очень извиняюсь. Нам, по сути, не важен бизнес. Мы сейчас говорим про бренд. То есть, мы не видим сайт. Никто не будет заходить же на ваш сайт, правильно? То есть, мы же не про это, мы про брендинг. Соответственно, вот мы видим только вот левую верхнюю часть. Лед Свет, там да. А что снизу написано? Там я просто… Вот там есть что-то под строчник какое-то. Что там? Крестный. А, написано крестный. То есть, вы… Это очень хорошо, потому что если бренд не показывает четко о чем… ну, где направление… Да, то есть, очень хорошо хоть написать. Но это… 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 Почему смеетесь? Это… Почему смеетесь? Потому что… А, нет. Очень хорошо. Так хорошо. То есть, смотри. Что… Ребят, вы сами видите, да? Я… Я… Мы не критикуем, но… Вы получаете сейчас обратную связь, да? В чем ваша дифференциация, да? То есть, чем вы отличаетесь от конкурентов? Вы же не единственные продаете елки, а вы производите, да? В чем ваша дифференциация? Вы единственные. Вы единственные. Хорошо. Но вы же только… Не только для малая. Вы же и на каких-то других рынках продаете? Ну, все. Здесь вопрос дифференциации убит. Как говорится, вы убедили меня. А, третий. В чем вау-факторы? Есть ли вау-факторы? Ну, вот чем вы удивляете ваших клиентов? Фишка в чем? Фишки? Они единственные производят конкуренты. Не знаю. Может, там, домой их довозите. Или, там, они, не знаю, разноцветные. Или, там, поют, играют. Ну, то есть, ну… Потому что, я же понимаю, что не только для Молдавии вы же хотите их, да? То есть, есть же конкуренты. Вы должны как-то дифференцировать. То есть, какие-то лоу-факторы должны быть. Может, их еще нет. Это нормально. Большинства нет. Просто продумайте – это поможет. То есть, может, не 10, но 3-4, думаю, поможет. Хорошо. Ну, дешевле – это не аргумент, ребята. Это не дифференциация. Да. Широкий выбор. Низкий цвет. Гарантия 10 лет. Гарантия 10 лет. Гарантия 10 лет. И… Думаю, что все-таки он сложноват. Почему? Вот видишь, есть лед белым. Свет, вон там идет палитра цветов. Это уже сложно, понимаешь? То есть, как бы обычный бренд должен быть попроще, потому что едва это дорого в принтах. Ну, если это идет уже в оффлайн вещах. То есть, ну, это не 100%, но желательно, в моем понимании, немножко вот именно где свет сделать или один цветом. Потому что там вот палитра – это сложный и обычно нечитабельный. То есть, еще и так. Хорошо. А коробка? Да. То есть, главная проблема, где я вижу брендинг – это то, что несоответствие между названием и продуктом. То есть, само название, оно вообще уходит в другое направление. Это ледовое освещение. И, скорее всего, это нужно очень много коммуникаций, чтобы объяснять. То есть, не подумайте еще раз над названием. Я говорил, вот нейминг – это важнейшая вещь. И желательно брать название, которое… Да, да. Потому что, сначала, я делал, я делал, я делал, я делал, и мировым лидерам происходит, я делал, я делал триумф. Нет, это нормально. Это общее название, которое ни о чем не говорит. И от триумфа можно всегда написать «Новогодний», и все. Второй проект мировой – это Ели. Ассоциация… Да. Да. То есть, здесь… Это то же самое, как продавать, скажем, апельсин, а называться, я не знаю, там, бананы. Да. То есть, как бы, и все. То есть… Да. Все. Большое спасибо. Вам большое… Я буду уже знать, где парпателки. Давайте следующий. Все большое. Что у нас следующее? А… Дубно… Радукство… У тебя маленький, ну что ли? У меня все пытаются, как только несколько раз, а компенсировать всех. У меня небольшой вопрос. На самом деле… Мы делаем варианты, мы собрались, если организовали метод. Мы должны делать практики, когда бредмаряемы учебные передачи. Вопросы называются боксов. Мы подлежим, что перед назад на перетон участвовали в нашем области. Мы с вами сайта полноценная цепь, который показывает, что окрасируем панику, и мы будут любви, чтобы подкрыть, что в детстве. Продолжение следует... 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 Прикольно, мне нравится «Голосу Шалята». Просто Антон, это ресурс всегда. Да, если у тебя есть сейчас время использовать ресурсный ренейминг, это большой проект. Я бы не менял. И ты будешь кому-то говорить в компании «Кид», и нужно очень много объяснять, что такое «Кид», а «Голосу Шалята» все ясно. И если что-то там будет дополнительно, ничего страшного. Вы крутые. Знаете, я думал, «Вантак» — это маленький вопросик. Ребята, кто-то еще хочет? Хотят ноги, но у нас уже время. Спасибо, Антон. Хорошо. Тогда выбери. Вот две девушки, съемные обеды. Давай быстрее решай. Быстрее решай. Они уберутся. Три. Пять. Три. Привыкал. Я не знаю, в чем связь, но привыкал. Давайте аплодируем пять. Хорошо. Только быстренько. Антон. Очень. Вот как показал Антон. Мы быстро покритикуем. Готово, что он показал. Готово, что он показал. Здравствуйте, как вас зовут? Бренд значит «Мир компьютеров», да? Ну, что вам сказать? Ну, позиционирование, в принципе, ясно, да, оно очень такое. Но сейчас просто уже «Мир компьютеров» — это не позиционирование. Это тоже сказать, что там… Ну, это очень широкое позиционирование, понимаете? Я понимаю, но вот я думаю, что в этом направлении уже очень многое изменилось. И здесь давно пора что-то немножко уменьшить. Вы продаете компьютеры, или вы их производите, или вы их продаете? Мое мнение, что здесь позиционирование очень слабо. Это очень широкий фронт работ, и нужно как бы уже уходить. Да, да, да. Тем более компьютер — это уже что-то архаичное. То есть, как бы… Может, там какие-то геймерские компьютеры или что-то другое. То есть, да. И кондиционеры, да? Ну, значит, с кондиционированием здесь нужно вам поработать однозначно. И какая дифференциация у вас? Причем вы отличаетесь от других миров компьютеров? Ну, они тоже могут сказать, что сервис у них такой крутой. Ну, вы видите, это важнейший момент. И без него, я думаю, что… Может, дифференциация, что у вас в микрорыноке, там больше никого нету? Или где вы работаете? В коронке. Ну, рынок есть. Так что, я думаю, вы не единственные. И однозначно, если вы сами не можете сказать, в чем дифференциация, то тем более ваши клиенты. Это очень важно. Вау-факторы, думаю, про них еще не дошли вы на них. Есть ли какие-то фишки у вас? Логотип, там этот компьютер похож на 90-е, да. То есть, как бы такой, скорее, музей компьютеров. То есть, как бы это уже… То есть, ребят, вам нужно срочно что-то делать, потому что вы вот просто так идете, как, ну, в моем понимании, с точки зрения брендинга. То есть, это брендинг, ну, 90-е годы. Так, то есть, как бы это… Вы знаете, что… Все очень индивидуально, конечно, но в моем понимании вам давно нужно делать ренейминг и уже не в компьютеры, а уходить в какой-то IT или диджитал, или… Ну, потому что сейчас, по сути, компьютеры уже маленькая часть, в топ уже намного больше. И вы, по сути, остались еще с компьютерами. То есть, в моем понимании, вам срочно нужен ренейминг. Потому что это, если вы не сделаете, ваш бизнес будет просто падать и нужно другое название, нужно другая бренда идентика. Определитесь с позиционированием четким и обязательно дифференциацией. То есть, чтобы люди не потерять старых… Это уже другая тема. Это, по сути дела… Ну, да, да, да. Это уже, ну, скажем, определенные инструменты, если как-то сделать качественно, если мы потом пообщаемся. Но в моем понимании, если вы это не сделаете, вы умрете через пару лет. Да, все доброе. У меня есть предложение. Я думаю, если вы Руслана напишите Facebook, то скиньте. Я думаю, что вы, может, кто-то напишите. Да, у нас был опыт ренейминга, и вы сделали ошибку. Вау, big respect. Делаю у вас, Руслан. Ваш брендинг делали. Браво, браво. 1-0. Руслан, 1-0. Спасибо, ребят, большое. Не забывайте, брендинг – это база. Друзья, мы не уходим. Тем более, Тима хочет сделать фотографию. Вот. Руслан, огромное спасибо. Было круто. Друзья, давайте громкими аплодисментами. Как каждым. Кручить с ним Руслана. Руслан, пожалуйста, руку. Спасибо.